Всем доброго времени суток! Вас приветствует B-Boy Robin, команда T-O-P-N-I-N-E. Там, где хип-хоп, туда приходим мы. В своем уроке для Break-It-Vice я вам покажу такие движения, как сик-степ и три-степ. И на их примере мы посмотрим, как, используя эти базовые движения и немножко изменяя их, вы можете создать что-то интересное. Ну что, начнем с сик-степа. Итак, ваша задача сейчас будет сделать 4 оборота сик-степа в каждую сторону, который будет отличаться всего лишь навсего тем, что на полу будет находиться обе руки, либо та, либо иная рука. Так? И без рук. No hand footwork. Итак, первый оборот сик-степа мы делаем в эту сторону. Обычный сик-степ, ничего сверхъестественного. 6 шагов, switch. И то же самое делаем в другую сторону. 6 шагов. Так? Следующий вариант. У нас на полу будет находиться одна рука внешняя, да, с которой нам удобнее начинать делать сик-степ. То есть, что я имею в виду? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы приходим в исходную позицию и делаем то же самое, только в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так выглядит сик-степ с внешней рукой на полу. И теперь с внутренней рукой, рукой, с которой менее удобно начинать, но более удобно продолжать. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Последний вариант – это no-hand footwork. Здесь, чем ниже вы сможете сделать, тем, в принципе, сложнее и красивее это будет выглядеть. А так, попросту говоря, это просто приседания и вставания в процессе шести шагов. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующее движение, которое мы рассмотрим с вами – это три-степ. Вот, в принципе, само название говорит само за себя. Три шага. И на его примере мы посмотрим, как меняется движение при применении такого же самого принципа, только по отношению к ногам, а не к рукам. То есть, простой три-степ. Раз, два, три. Три-степ с внутренней ногой на полу, которая подбивает. Раз, два, три. Три-степ с внешней ногой, которую подбивают. Раз, два, три. И три-степ с двумя ногами в воздухе. Два, три. Свитч. Обычный. Внешняя. Внутренняя. Две воздуха. И то же самое. Ну, вот, собственно говоря, таким образом это работает на практике. Принцип этот применим абсолютно ко всем движениям, ко всем направлениям брейкинга. Ради интереса можете попробовать изменить таким образом какие-нибудь из своих визитных карточек или фишек, как вам угодно. И, само собой, разумеется, применить это на практике к той базе, которая у вас уже имеется в арсенале. Редактор субтитров А.Семкин А теперь я вам продемонстрирую свои движения, которые были придуманы с применением данного принципа. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова